Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Стихийная свалка ликвидирована. Виновных накажут. Жемчужина курортного сезона. Фестиваль киношок. Скоро в Анапе. В Анапе выявлена и ликвидирована стихийная свалка. Силами управления ЖКХ на месте, где была устроена несанкционированная свалка, размещена новая контейнерная площадка. Муниципальный контроль проинформировал жителей о необходимости соблюдения санитарного порядка на улицах. В первой курортной зоне на углу улиц Кирова и Таманской жители устроили несанкционированную свалку. Пакеты с мусором оставляли прямо на тротуаре и газоне. Администрации было принято решение организовать дополнительную контейнерную площадку. В управлении жилищно-коммунального хозяйства в настоящий момент установлена контейнерная площадка для складирования пакетов с бытовыми отходами. На данной контейнерной площадке установлены два пластиковых евроконтейнера. Жители близлежащих домов, владельцы гостиниц и точек общепита проинформированы о необходимости соблюдения санитарного порядка. Управлением муниципального контроля также проведен мониторинг частных домовладений на предмет составления или заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов. По большому счету договора заключены со многими, но также проведена беседа о том, куда и как складировать и вывозить свои твердые бытовые отходы. Жители улиц Кирова и Таманской, которые сами и создавали свалку на газоне, теперь привыкают к пользованию новой контейнерной площадкой. Раньше они ставили дневникам, а потом вот это просто не убивать, а потом вот это вот видео. Вообще ставить нельзя. Почему кто свой мусор вдруг решили ставить на муниципальную территорию? Если анапчане будут продолжать захламлять территорию общего пользования, то в отношении граждан будет возбуждено административное производство. За оставленный мусор на газоне они заплатят внушительный штраф. До дня голосования за нового руководителя региона и новый состав Совета депутатов муниципального образования город-курорт Анапа остаются считанные дни. Избирательные участки готовы ко дню выборов и жду своих избирателей. Избирательные участки, а их в городе-курорте 70, располагаются в школах, административных учреждениях. Подготовка вовсю кипит. Устанавливается оборудование, ведется сверка списков избирателей. Подготовка у нас идет, практически подход к завершению. 13 сентября начнутся выборы, у нас уже все готово. Оформлен информационный стенд, также у нас оформлены стенды по кандидатам, все, кто у нас баллотируется. Предготовлены кабины для соблюдения тайны голосования и мы ждем наших избирателей. День голосования на участках будут дежурить представители общественности, кандидатов и политических партий. Главная задача – выборы должны пройти законно и без нарушений. Каждый гражданин должен показать свою позицию, гражданскую позицию, проголосовать, выбрать достойнейшего человека для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Предстоящие воскресенья избирательные участки будут работать с 8 до 20.00. Приходите, сделайте свой выбор, ведь для будущего Кубани и Анапы важно мнение каждого. Очень важно, что наш регион достаточно богатый, плодородный и Краснодарский край всегда являлся очень важным местом, как посещение людей в курортной зоне, так и для наших жителей. Я считаю, необходимо 13 сентября всем гражданам прийти на свой избирательный участок и проголосовать, сделать выбор, свой патриотический выбор в пользу судьбы нашей Родины. Лучший учитель года – педагог начальных классов Елена Шарпан. В этом году она выпустила пятый юбилейный выпуск и вновь перед ней первоклашки. Каждый урок Елены Шарпан – это диалог с элементами сказки, науки, игры и юмора. Она очень добрая, но она иногда шутит на уроках. Знали бы ребята, как тяжело ей расставаться с ними, когда дети взрослеют и покидают начальную школу. Когда я пришла работать в школу, я буквально через некоторое время поняла – это мое. Вот здесь я на своем месте. И вот уже 29 лет у меня это чувство не проходит. В нынешнем первом классе у Елены Шарпан учится дочка ее самой первой ученицы. Наряду с последними разработками Елена использует в обучении комплексный подход. Представляет ребятам грамматику как целую картину, а потом уже детально разбирает по штрихам каждую отдельную тему. Ребятишки в школу приходят все более развитые, и педагогу ни в коем случае нельзя отставать. Очень грамотный специалист, прекрасный учитель. Поверьте, учитель, который пользуется большим авторитетом. И среди учителей, так как под ее руководством работает около 22 учителя начальной школы. И очень большим авторитетом пользуется и у родителей, и у детей. Они ее очень любят. Поэтому вот тут такое, знаете, сочетание и доброты, и ума, и профессионализма. Своими помощниками в работе Елена Шарпан считает трех китов. Честность, справедливость и терпение. И результат не заставляет себя ждать. Подходит ко мне один дедушка и дарит красивый конверт большой. А в конверте фотографии. Фотографировал нас во втором классе праздник 23 февраля. И я провожу там праздник на крупном плане. Моя фотография, а на обратной стороне красиво напечатана. Не написано, а напечатана. Если бы у нас был еще один внук, он бы непременно учился у вас. Вот эти слова лучше всякой благодарности. 13 сентября в Анапе стартует 24 фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В день открытия фестиваля пройдет мировая премьера белорусско-американского фильма «Мы, братья». Представят новую картину российский автор и исполнитель, композитор, актер, музыкальный продюсер Денис Майданов и американский актер, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс. В программе открытия выступят любимые артисты и танцевальные коллективы. Гостей фестиваль ждет увлекательная кинонеделя. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В четверг, 10 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 22-27 градусов со знаком «плюс». Ночью 20-24 градуса тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.